Книга «Открытым оком», том 3, тема литература, вопрос 1171. «На чём основано ваше мнение о святости Александра Пушкина?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин на воспоминаниях В.А. Жуковского и других участников трагических событий его жизни. Жил он не по-христиански, ветреный мужичонка, пусто слов. Развратничал, поносил церковь и царя, и Божью Матерь, и Святую Троицу, шил копёр и бумага марака. Из всего, что он написал, едва ли можно найти 20 стихотворений, чуть-чуть говорящих о божественном. А всё остальное пыль и мекина, а женское благоухание – зловоние. Мстительный хвастунишка. Но, лёжа на смертном Андре, он весь устремился к Богу. Полностью примирился с церковью и с царём. Несомненно, что принёс покаяние за презренную Гавриле Аду. Он умер как настоящий сын церкви, неоднократно причастившись, умиротворённый, примирившись со всеми и в здравом уме. Пушкин находится в раю – это моё лично моё убеждение, которое я никому не навязываю. Сравните со смертью Лермонтова и Толстого, Есенина и Маяковского. Среди русских писателей я просто не нахожу, с кем сравнить его кончину. Последними часами своей жизни он перечеркнул всё, бывшее до то ли с ним. Откуда к нам идут стихотворения? Элегия, сонет или куплет? Великое творит по вдохновению, простейший только от сахи поэт. Если бы не это дуновенье, не этот ветер в наших парусах, никто б не написал стихотворения, картины бы никто не написал. Откуда появляются поэмы, подобные брюссельским кружевам, с серебряной нитью общей темы и общей мысли в плетённые слова? Откуда появляются стихи? Спроси у тех, кто те слова рифмует, у тех, кому Господь простил грехи, у тех, кто пишет те стихи, не всуи. Влетела искра от куста степного, что, полыхая, ярко не сгорал. И полилось рифмованное слово, неудержимо, как девятый вал. Не видят чудо критики сухие, хотя бы из мёртвых кто-нибудь воскрес. Но ведь тот факт, что вот пишу стихия, не меньше из божьих чудес. Вера Кушнир Субтитры создавал DimaTorzok